День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слышите меня? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу. Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Доброе утро, уважаемые слушатели. Начинается программа «Добро пожаловаться». Я напомню, что на ваши вопросы отвечают председатель правления товарищества центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте, Сергей. Доброе утро. И также эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и регистра Мопарвалдникс, Айвер Гонтарев. Здравствуйте, доброе утро, Айвер. Доброе утро. Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Звоните, задавайте интересующий вас вопрос. Если вы стесняетесь звонить в прямой эфир или, может быть, ну, не знаю, по каким-то причинам не хотите или вам удобнее просто написать, пишите ватсап, номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1, 2-3-0-6-1-9-1. Пишите ваши вопросы, обязательно озвучим их в прямом эфире. Ну и пока вы думаете, собираетесь с мыслями и решаете, какие вопросы задать, вот есть интересная новость о том, что одного из известных земельных баронов был суд и в результате признали претензии о долгах жильцов многоквартирных домов за принудительную аренду земли незаконной. Ну и там были обнаружены нарушения различные, приплюсованные к расчетам НДС налог на добавленную стоимость. И были еще обнаружены нарушения, что с жильцов трех домов вообще пытались взять плату за аренду повторно. Вот если такие вот письма счастья, условно говоря, о подозрительном долге приходят, какие бы вы советы, может быть, жильцам, чьи дома стоят на частной земле, вот посоветовали бы, что проверить, потому что могут, часто бывает, что люди в панике, они, ну, готовы заплатить любые деньги, чтобы от них отвязались, а может быть, они будут платить те деньги, которые, в общем-то, по закону они платить и не обязаны. То есть там какие-то ошибки преднамеренные, не преднамеренные, это даже не важно, но какие-то ошибки в этих счетах. Ну, я бы сказал, что в первую очередь надо обратиться в управляющую компанию. Скорее всего, там должны быть в курсе всех взаимоотношений, всех взаимных претензий и там юридических нюансов. А уже потом начинать паниковать. Это первое главное условие. Если управляющая компания не в состоянии что-то объяснить, ну, тогда, наверное, надо прямой путь к юристам. То есть дальше должен юрист разобраться, справедливый или несправедливый? Вы знаете, общее положение в законодательстве такое, что за аренду вы обязаны платить. Дальше начинаются нюансы. Сколько, за какой период, в каком объеме и так далее. И вот здесь уже нужно либо, это должно разъяснить управляющая компания, если она не способна, то только юристы. Потому что так сходу не ответишь на все нюансы, которые могут возникнуть. Ну, там просто, вот в статье пишут, что есть нюанс, что по коммерческому закону есть и сроки давности, за которые уже нельзя взимать деньги. И там есть нюансы с процентами, которые могут просто приписать, там, как какие-то проценты по долгу, которые тоже не имеют права взимать. То есть, все это нужно решать с юристом. И в случае, если не достигнуты договоренности, тогда, очевидно, суд должен... Во всей видимости, да. Но потому что, на самом деле, законодательство за это время настолько часто менялось. И по отношению к процентным ставкам, и по отношению к тому, что включается, что не включается в арендную плату. Поэтому здесь нужно все-таки со специалистами говорить. А на чьей стороне сейчас законодательство? Потому что раньше как-то было абсолютно понятно, что оно на стороне земельных баронов, которые... Оно так и осталось. Оно так и осталось. Это ситуация... Есть ограничения по размеру процентной ставки, но сейчас закреплено уже в законодательстве, что земельный владелец ничего не должен делать. Это уже закреплено. То есть, пользователь должен делать все, плюс платить определенную процентную ставку за пользование земельных баронов. Я добавлю, может быть, своей стороны. Здесь большая игра на избирателей, которым с большим лозунгом мы победили земельных баронов. Сейчас поставили процентную ставку 4, в которой все включено. Но для земельных баронов сняли ПВН. Сейчас это одна из услуг, например, которая сейчас не облагается ПВНом. И это сделано именно для земельных баронов. Почему? Потому что предыдущие решения суда ясно сказали, что несмотря на то, какой процентной ставкой, в каком налоговом режиме работает землевладелец, если он входит в ПВН, пускай это будет ПВН в том числе, это там было 5%, 4%, 6%. Как суд решил, но все включено должно быть. Здесь как бы с лозунгом мы победили, мы ставим 4%, но ПВН там нет. А почему ПВН есть в других отношениях? Мне обидят за частные детские садики, где, например, частные детские садики должны платить ПВН, хотя их услуга, которую они взимают с родителями ПВН, не облагаемая. То есть такое вот сравнение и интересное. Идем дальше. Процентная ставка 4%. А что происходит с катастроальной стоимостью, которую все увидели в кадре СССР, которая в 2-3 раза вскакивает? Ну и что дает? Что на 1% или на 2% опустили процентную ставку, но взвысили в 2-3 раза саму базу, с которой будет все это облагаться? Да, такая игра не совсем честная. И как бы нам хотелось верить, что это в благо народа, но, к сожалению, это не в благо народа. В очередной раз земляные броны, земляные броны, они, в принципе, выигрывают все еще, скажем так, в этих отношениях. Ну, так говорят про сделку, да? Нельзя заключить сделку, чтобы все были довольны. Чуть-чуть каждой из сторон нужно остаться недовольной. Но тут, по-моему, недовольны через пару лет будут очень сильные жители, потому что сейчас опять же таки политически посчитали, сколько реальная катастроальная стоимость ей является. А потом взяли и сказали, что мы ее замораживаем на 2 года. Почему на 2 года? Ну, пройдут выборы, и тогда пускай же следующий раз разбирается с ней. Но толком опять-таки, ну, про что я говорил уже лет, наверное, 10, что катастроальная стоимость Земли, она меняется, исходя из того, какие объекты на ней находятся. Если, например, там много тягощений, почему-то кадастр берет во внимание, что там много тягощений, тепловые трассы, провода, канализации, середутные дороги, это все берется во внимание при катастроальной оценке Земли. Но вообще почему-то самое большое тягощение, дом, который стоит на этой земле, не берется во внимание. Да, из этого реально, да, база кадастральная, она может быть разная. Она должна просто учитывать в себе то, что на этой земле можно построить, как ее дальше можно развить. Это самый правильный подход. Есть там отягощения, это и сейчас берется во внимание. Есть там дом, как отягощение. Это тоже должно быть браться во внимание. И то есть реально по сделкам, если вы проанализируете за последние 10-15 лет сделки именно с такой родной недвижимостью, с землей под домами, вы увидите, что она проводилась там за 15-20-25% от кадастральной стоимости того времени. А что законодатель хотел сделать и делает сейчас? Он пропихает принудительную покупку этой земли за кадастральную стоимость, которую и сами, другой рукой и поднимает. Но тут в чью пользу еще. Какие вопросы, ребята? Я хотел добавить, есть еще одна тенденция. Сейчас некоторые владельцы земли предлагают собственникам квартир в индивидуальном порядке выкупить домовую часть, ну, мысльную часть своей земли, так сказать. Стать совладельцами земли с большим бароном. Я бы предупредил, что надо, наверное, очень осторожно к этому относиться, потому что, став со-собственником, вы можете влипнуть во все те аферы, которые может проворачивать земельный барон, потому что у совладельцев, у них коллективная ответственность. Так, допустим, если он купил эту землю в кредит, а вы у него выкупили соответствующую долю, а потом он с кредитом не справляется, то отвечают все солидарно. И такая афера сейчас ходит и настоятельно предлагается собственникам квартир индивидуально выкупить идеальную долю, свою, лично. То есть оказаться вместе с собственником земли в одной лодке. Это достаточно такое сомнительное мероприятие. Здесь, в принципе, можно ли каким-то образом узнать, получить информацию о том, что не все чисто? То есть может ли потребовать, если человеку предлагают выкупить долю, может ли он потребовать информацию о состоянии вот этой сделки с землей? На момент сделки все может быть чисто, а через два дня основной собственник может взять кредит. я бы сказал так, что когда вы вступаете в коллективное совладение, будете десять раз подумать, стоит ли это делать. У нас, между тем, есть звонок 67212-93-9. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как раз передо мной лежат две бумаги, да? Значит, на днях пришла Рига спасла, воззывая мою приватизация с комиссия, это вроде как самоуправление, да? Да. Значит, дом у нас кооперативный, нам предлагают долевое, значит, или выкупить, или в аренду на 99 лет. У кого выкупить? Управление. Вот, если бумага, значит... Меня еще, извините, еще раз вопрос. Вам предлагают, скорее всего, выкупить у государства или самоуправления, так? Да, да. Это нужно делать. И не надо думать. Это просто нужно делать. Да. Теперь вторая бумага. Рига с Доной Апашвалды в Асъенимуму Парвалды мы платим уже много лет. Значит, та же самая сумма здесь нарисована, те же самые литеры стоят с земельного участка. Получается, что мы дважды будем платить? Нет. Получается немножко по-другому. То, что либо ваш кооператив, либо вы индивидуально в свое время не выполнили предложенный законодательством вопрос выкупа земли. Так. Я не знаю, это или кооператив не сделал, либо вы лично там пропустили, либо предыдущий ваш владелец квартиры. Но в этом случае вы являетесь арендатором. И вы должны а. заплатить арендную плату за весь период аренды. И б. заплатить цены налоги, связанные с этим участком. Это первое. Второе. Вам предлагается сейчас завершить приватизацию земли и выкупить эту землю, после чего вы не будете платить уже арендную плату, будете платить только налоги. В принципе, я могу сразу сказать, что это нужно делать. Потому что иначе вы создаете очередной прецедент разделенной собственности. Понятно. А если мы сейчас не выкупаем, допустим, через год или через пять лет, этот кусок может кому-то другому перейти? Может и перейти. Но в принципе, есть законодательства, которые, если это земля самоуправления, то самоуправление не нужно ему имуществу, имеет право принудительно вам продать, но тогда уже не по условиям приватизации, а по тем ценам, по которым оно посчитает нужным. Это первое. Второе. Если вы сейчас столкнетесь с необходимостью отчуждения вашего имущества, то у вас будут большие проблемы, поскольку у вас земля не приватизирована. А если я в аренду ее запишу? Вы знаете, я не буду сейчас рассматривать все варианты. Я бы сказал так, не надо фантазировать, нужно просто в данном случае делать то, что положено. Выкупать эту землю, пока она еще задешево продается и спокойно. Я добавлю и подтвержу только мнение Сергея. Почему? Потому что в законе сейчас прописано, что пока у вас арендная плата из-за земли и самоправления, вы платите полтора процента, плюс полтора процента вы платите налог на недвижимость. Через год всем будет установлена единая арендная плата, 4% в том числе для самоправления. Это значит, вы на 1% будете платить больше. В общем. А это значит уже на 30% реально. От того, сейчас на 3% вы будете платить больше, как сейчас. Это раз. Второе, если вы потом будете выкупать землю, вы за это время уже заплатите и арендную плату, и плюс катастроэльная стоимость земли, скорее всего, поднимется, вы будете платить больше. Из-за этого здесь абсолютно Сергей прав, и здесь другого мнения не может быть, как идти и выкупать, потому что это земля самоправления. Это не история про земляных баронов. Да, спасибо. Браво. Спасибо. Я еще раз напомню, 67212-93.9 или 67213-93.9 и можно писать на номер WhatsApp ваши вопросы, задавать 2306191, 2306191, Сергей Сидорко, Эверконтрев отвечает на ваши вопросы. Наши эксперты, уважаемые, вот как долго еще может продлиться эта абсолютно, действительно, абсурдная ситуация с разделенной собственностью, и вот чем она может закончиться, чем чревата она, какими проблемами для нашего общества и для тех, кто попал на эти земельные участки, которые принадлежат земельным баронам. Ничем хорошим это не может кончиться, и никогда это не кончится. Я хочу обратить внимание, насколько легко и быстро и без шума отменили НДС. Если мы говорим о понижении НДСа на продукты питания или на тепловую энергию, то тут начинаются пляски, крики, вопли, что не хватит, того не хватит. А здесь для себя любимых очень быстро все поменяли, и всем стало хорошо в очередной раз. Поэтому надеяться на то, что это можно как-то быстро решить, нет. Второе, что есть еще, есть очень большое законодательное препятствие. Коллективно выкупить землю на сегодняшний день, так как это предусматривает гражданский закон, чтобы коллектив из 60 квартир выкупил эту землю у владельца практически юридически, в теории возможно, на практике это оформить никак невозможно. Поэтому никто всерьез не думает о том, чтобы выкупать землю. Потому что для того, чтобы сейчас выкупить землю, нужно вообще-то, говоря, 60 владельцам квартир заключить соглашение об изменениях идеальных долей там 100% без всей единодушности, да плюс к этому через нотариуса. После этого там вообще дальше начинается еще казуистика. Поэтому по сути дела всерьез никто ничего не думает ни продавать, ни выкупать. А все это так, это очередные пляски. У меня есть идея, как это закончится, потому что Сергей прав, это не закончится никогда. Как это можно закончить? Есть закон уже латый в селе о принудительном отчуждении для нужд общества называется. То есть если где-то какая-то предполагается стройка дороги или какой-то большого инфраструктурного объекта и просто в свое время участвовал в такого рода сделках, где государстве для стратегических нужд нужна какая-то территория и от имени государства или самоправления откупаешь эти земли для государства. и был принят закон и в нем было несколько поправок, которые говорили так, что государство просто определяет, что ей это надо, она признает какую-то нужду общества как стратегически важной, что это во имя общества и она может отчуждить на свое имя. И в течение полугода там разобраться, кому платить, сколько платить, за какую стоимость платить. Раньше это было все по-другому, очень долго, через суды и так далее. Сейчас это спаривать по закону уже нельзя, ты просто отчуждаешь во имя государства или самоправления и потом разбираешься о том, сколько тебе государство должно. Вот такой закон уже существует. А почему его не перенести на эти отношения? И поверьте мне, вот тогда, когда государству понадобится, тогда вдруг кто-то поймет, действительно, стоимость этой земли это не полная стоимость рыночного пустого земельного участка, на который можно поставить 120 этажей. А вдруг обнаружится, что на этом земельном участке есть дом, дом это отягощение и остальные отягощения не замерены, то есть стоимость его там не 100 тысяч, а 30 тысяч или 20 тысяч, 50 тысяч. Это раз, это первый шаг, а потом вот именно через тот механизм, который уже радиослушатели говорили, есть комиссия по приватизации и это все передать, и она разберется и всем постепенно все, долго, конечно, это будет, сложно долго, но наконец-то будет какой-то финальный пункт всему этому. Вот так можно поступить, почему так не поступает, опять-таки, нехватка политического настроя, желания, смелости, потому что кто-то начнет шатать этот вопрос, окажется, что у земляных баронов с кем-то хорошие отношения, кто-то скажет, что шаскалится, развалится, ну как-то обычно делать, это же так делать, не зря такие вопросы так долго и нудно не могут решить. Как это, минюня, если это министрит, все время тормозит, ну ищите денежные потоки, кто от чего зависит, почему так. кроме того, еще можно другой, менее радикальный, на мой взгляд, способ применить, заморозить, то есть перестать делать из этих земельных участков коммерческий, предмет для коммерческой деятельности. Давайте так, возложим все обязанности платить налоги, ухаживать за землей на пользователей, за собственником закрепить права собственности, которые он сможет реализовать тогда, когда здание подойдет к концу срока эксплуатации. Пожалуйста. В конце концов, люди, которые приобретали жилье в многоквартирном доме, были не виноваты в том, что вдруг решили какую-то землю отдать. Точно так же не виноваты и истинные владельцы этой земли. Если кто-то купил для спекуляции, ну и не удалась спекуляция. Если это, то тогда в этом случае будет достигнута хотя бы какая-то справедливость. То есть люди, которые сейчас реально пользуются, и они содержат этот земельный участок и гасят издержки, связанные с его содержанием и налогообложением. Это первое. А владелец земли ну лет через 30-40, когда придет здание к концу своего срока эксплуатации, получит эту землю с инфраструктурой. Вполне справедливо. Особенно если учитывать, что стартовая цена этой земли без инфраструктуры была вообще нулевая. Сейчас она возросла в тысячи раз. Так что это тоже вариант. Если хотите решить вопрос так, чтобы были более-менее соблюдены все нормы, это можно решить, только надо ли это решать кому-либо. У нас, по-моему, в государстве гораздо больше есть более важных. Ну да, потому что этот вопрос, он длится уже десятилетиями. Такое ощущение, что вот он и кажется каким-то бесконечным, о котором мы говорим на протяжении многих программ, и вот все время упирается в какое-то абстрактное понятие справедливости, но как же так? Вот когда-то эта земля кому-то принадлежала, у нее отобрали много лет назад, а мы сейчас вернули. Но мне кажется, что если сейчас посмотреть на владельцев земли, там эта земля перешла уже десятки раз из рук в руки по каким-то загадочным схемам, и вряд ли вот мы можем говорить о том, что потомки вот тех владельцев, у кого эту землю отобрали, снова получили эту землю? Да вряд ли она принадлежала когда-нибудь кому-нибудь, потому что это все в основном эти все городские земельные участки, это результат Урманистовской земельной реформы, где люди брали землю под ипотеку. Никто из них, из первоначальных владельцев, я так более чем уверен, не распродился. Просто осталась запись земельной книги, что он владелец непогашенной ипотеки. Но вот эту запись непогашенной ипотеки стыдливо прикрыли. Это первое. Второе. Люди покупали, я знаю, по Пуртсенцу болото. Натуральное болото здесь было. Я сам перед строительством этого Пуртсенца сюда приезжал, здесь было болото. И какая была кадастровая стоимость у него. А сейчас они являются владельцами земли с полностью, с инфраструктурой дорожной, с инженерными коммуникациями, с инфраструктурой в виде детских садов, медицинских учреждений и так далее. То есть многократно государство, будем говорить так, подняло стоимость этой земли, и они теперь стали счастливыми владельцами того, что раньше стоило 50 центров, теперь они стоят это 80-90 евро. очень хороший подарок со стороны государства, причем справедливый, надо сказать. Кстати, говоря, в первоначальном варианте о реституции там было так, что если собственник земли принимал на себя землю, то она оценивалась по первому, и он должен был заплатить разницу между кадастровой оценкой и то, что там было записано в первичных документах. Как-то этот процесс тормозился, потом через год полтора люди сообразили и эту норму закона выкинули. Поэтому сейчас говорить о справедливости тотально невозможно, но не надо плодить еще одну несправедливость на несправедливость. Если у тебя права собственности, вот ты их реализуешь тогда, когда не нарушая собственно говоря прав другого собственника. Ну что же, я думаю, что мы еще наверняка продолжим и не один раз говорить на эту тему, а пока наверное вот еще одна бесконечная тема о том, что опрошенные вот агентством Лето экономисты еще раз вот продолжают хором говорить о том, что в следующем отопительном сезоне может сложиться ситуация, когда часть общества не сможет оплатить счета. Пока, дескать, неизвестно в каком большом ли объеме или нет, но такая ситуация обязательно может образоваться. Ну и здесь огромное количество мнений различных специалистов, экономистов, которые ну с расчетами, опять-таки рост тарифов на газ и отопление, это мы все прекрасно понимаем, но каким образом жители могут попытаться снизить потребление энергоресурсов, то есть вот есть ли какая-то лазейка, потому что мы все время говорим, но придет осень, придет зима, и эта ситуация встанет ну вот просто во всей красе. ну это то, про что мы с Сергеем уже говорили наверное месяц и полтора обратно, и тогда еще наверное осознание общества не было такое, что вот это будет, мы получили звонки, что вы ребята нагнетаете, и мы тогда закончили нашу передачу с тем, что давайте окажется, что мы неправы, что мы просто ошиблись с Сергеем в своих мнениях и так далее. к сожалению нет, к сожалению для всех нет, мы не ошиблись, да, и что делать, мы тогда с Сергеем рассказывали про систему отопления, про ее налаживание, потому что уже времени мало, ну и буквально перед передачей мы тоже с Сергеем обсудили одно решение, наверное тогда Сергей больше расскажет. Ну я бы тут немножко другой акцент поставил с вас, первый акцент который я поставил, сейчас все опять нагнетают ужас без конца, сможет, не сможет заплатить, никто не обсуждает вопрос, а что будет если не сможет, просто у меня банальный вопрос, хорошо, ребята, вздуваем цены на отопление, сегодня продажа газа вообще по-моему это такая черный ящик, непонятно кто по чем покупает и кто по чем продает, там пределов нету, а второе ну не сможет, а будет в городе отопление, ну и другой вопрос, а вообще в городе вот мы говорим там как мы можем, да что мы можем, если допустим 30 процентов, 20-30 процентов не заплатят в свое время, отопления просто не будет, потому что в кредит никто газ поставлять не будет, но нет таких сегодня скажем спонсоров, которые поставляли бы для Риги газ в кредит, значит не будет отопления, это первое, как снизить, ну уже по-моему есть такая хорошая фраза, поздняк метаться, уже ничего ты не успеешь сделать, единственное, что я могу посоветовать, еще раз обратите внимание на окна, двери, на швы в вашем доме, ну что, снижать отопление, но мыться не в четырех точках, а в трех точках, понимаете, тут вопрос очень тяжелый, на самом деле я не вижу никаких рассуждений, но есть, экономисты сообщают, что вот да, люди не смогут платить, и что? Государство снижает землевладельцам НДС, оно им помогает, значит, тем ребятам тяжело, но здесь, наверное, легко, и мне очень трудно что-либо прокомментировать, потому что на самом деле, ну да, но можно снизить на 2-3 градуса систему отопления, но это же не жизнь, ну давайте сейчас хотя бы, если бы кто-то думал, ну вот сейчас это вот, я уже не раз говорил, это вот дурацкое требование держать повышенную температуру на выходе из теплоузла горячей воды, вот я посмотрел, мы сейчас лишних 5 тысяч заплатили только за то, что мы держим повышенную температуру, якобы легионелла, вместо того, чтобы человеку просто взять и слить 2-3 литра воды перед тем, как пользоваться душем, ну вот элементарная вещь, нет, в нормативах остались эти повышенные требования, не дай бог, у кого-то будет подозрение на легионелла, нас будут преследовать по полной программе, мы просто в пустую тратим тепловую энергию, дальше надо тогда уже принимать следующий нормативный документ, снижать допустимую температуру в помещениях, в жилых помещениях, сейчас по нормативу 18 градусов, а если надо сэкономить и поставить 16 или 14, то это против санитарных норм, значит, их надо пересматривать, кто-нибудь думает об этом? Нет. Мы пугаем население тем, что будет. Ну и последнее, что я бы сказал и хотел бы призвать, вот мы с Авером до передачи обсуждали, наверное, населению нужно заниматься самоспасением в этой ситуации. Да, мы очень с неравными доходами, да, давайте признаем, что мы в многоквартирных домах живем с неравными доходами, и у нас есть слабо защищенные люди, и пока нет никаких признаков, что государство будет пытаться их защитить. В этой ситуации я бы предложил так, сейчас уже начать создавать резервные фонды по домам на оплату отопления. Пускай небольшие платежи, но чтобы была резервная сумма, при помощи которой можно было бы выровнять летние и зимние платежи, чтобы можно было бы дать какой-то разбег по времени для того, чтобы решить все вопросы, связанные с временными неплатежами у населения. На это должна быть программа самовыручки для каждого дома. Для каждого дома решает сам, ну или само домоуправление или дом решает. Домоуправление может предложить, а проголосовать должен дом, но над этим надо думать и сегодня говорить людям, если так, то давайте подотчетный, под общественным контролем, какой угодно, чтобы был отдельный накопительный счет, которым будет несколько тысяч евро на случай неплатежей, чтобы перекрыть эти неплатежи, чтобы сохранить дом в пригодном для жилья состоянии, потому что отключение отопления это не только холод, это разрушение здания, это болезни, это разрушение здания. А мы так, как-то, ну, пугают экономисты, ну, пугают. Никто толком не знает, что будет осенью. Государство уже четко сказало, что такого рода помощи, что сверх какого-то тарифа помощь всем не будет. Будет помощь отдельным социальным группам. Возможно. Да, и причем это будет задержка. Да, что удивило? Удивила манипуляция экономистов в их речи, да, то есть инфляция уже 17-18%, но экономика не будет перенапряжена из-за того, что рост зарплат меньше. Как можно вот так умело манипулировать с фактами? Ребята, если зарплата не вырастает на уровень инфляции, все плохо, потому что люди, вот основная масса людей, которые вот просто рабочие, не просто не смогут покрывать свои счета. И исходя с такой манипуляцией фактов, конечно, ничего не делается. Конечно, все остальное на последний момент, и что будет? Из-за этого действительно, как говорят на Деда Мороза, надеюсь, и сам не плашай, надеете от государства, что государство нас спасет, можно надеяться и до последнего, но вот то, что предложил Сергей, конкретно, можно пройтись по техническим еще раз вопросам, уже ничего не успеете прореновировать и так далее, модернизировать и так далее. Можно элементарно проверить систему, настроить ее, поменять какие-то маленькие детали, узлы, утеплить трубы, которые еще может быть не утеплены, и уже своим решением конкретного дома решить, ребята, опускаемся на один градус. Да, в нормативах так написано, а что делать, если государство нас не заботится? Мы конкретный дом решаем опустить температуру. Она звучит противозаконно на данный момент. А что нам делать, если государство нам не помогает? Да, делать накопительный фонд, чтобы не было так, что из-за чего-то началось какие-то давление на те слои жителей, которые не могут оплатить на данный момент. Ну и что мы все живем в одном общем доме. Это наша общая болезнь и общая беда, которую нужно сейчас решить будет. А из-за этого придется общаться всем между собой, выходить и искать вот такого рода решения. Я думаю, они вполне логичны. Ну, я бы не ожидал с государства какой-то большой помощи о том, что они покроют половину счетов по теплоэнергии или там свыше какой-то. Они уже ясно сказали, что не будет такого. Каждый сам дальше, сам за себя. Да там же сказано было, что кредиты, гранты Евросоюза, связанные с ковидом, все истрачены. Больше денег нет. Тебе только надо отдавать. Получать больше не будем. Ну, и вообще, если мы говорим про государство, я не знаю, за эти передачи я говорил или нет, в Эстонии есть программа утепления домов до 30-го года. Причем она построена на госбюджете, не на европейской помощи, на госбюджете. Есть жесткая программа определенного количества домов, которое должно быть реновировано, утеплено, поставлено пороги и определено со стороны бюджета софинансирование этих работ. У нас есть что-нибудь подобное? Мы ждем или каких-то фантастических денег с Евросоюза, которых больше не будет, и второе, мы все программы возможностей завалили за счет того, что создавали мощные бюрократические. Мне интересно, 150 миллионов было выделено на последний этап инновации, 26 миллионов из них на администрирование. Вот деньги на администрирование скушали исправно? У меня такой вопрос. Вкусно было, вкусно было 26 миллионов. Нам всем тут вкусно было. Потому что, этих 150 миллионов, я так понимаю, что у нас как было тысяча домов утепленных, так она и осталась тысяча. А вот 26 миллионов на администрирование, ну да, ребята красивые, молодые люди, очень энергичные, хорошо рассуждают о государственных, о защите госинтересов. За такие деньги можно и рассуждать. Ну да. Ну что же, на этой печальной ноте, наверное, мы сегодня и завершим программу «Добро пожаловаться». Я напомню, что на ваши вопросы и на мои вопросы отвечали эксперты, председатель управления товарищества Центр консультации собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвр Гонтерев. Большое спасибо, мы говорим экспертам. И до следующего понедельника. До свидания. Всего доброго. До свидания. Радио Болтков.